Привет, друзья! Это Pima Live. Как построить любой аккорд по системе Saged? Давайте разбираться. В предыдущем выпуске мы говорили о том, как найти любой аккорд. И вот в этом выпуске, кстати. И самое главное, мы сказали, что любой аккорд можно построить в форме любого аккорда. Надеюсь, вы это все помните, потому что теперь мы попробуем разобраться. Как это сделать быстрее? Как найти любой аккорд еще быстрее? Все знают аккорды группы C, A, G, E, D. Да, те, которые мы описывали вот в этом выпуске. Если вы не смотрели, то посмотрите. Ну, а теперь мы объединяем все эти знания в одну систему, которую везде называют Saged. Сейчас вы поймете, почему она так называется и вообще о чем это речь. Мы опять переключаемся на нашу камеру. И смотрите, это схемка, которую мы рисовали на выпуске, где рассказывали про октавную систему. Это очень важная схемка, друзья. И вот почему. Потому что вот эти вот октавы, которые мы изображали, это на самом деле, по сути, скелет тех самых аккордов, которые мы сегодня будем строить. Так как здесь у нас нота Фа, мы тогда пробежались по ноте Фа, мы сейчас будем рассматривать аккорд, ну, допустим, Фа мажор. И как раз мы его построим во всех формах. В формах С, А, Г, Е и Д аккордов. Итак, начнем мы с формы Е пока. Смотрите, вот это как раз у нас структура. То есть Фа, это баре у нас, грубо говоря. Это и есть скелет для построения аккорда Фа мажор. Вот Антон сейчас его сыграет. Да, и все мы четко видим, что, в общем-то, действительно это и есть Фа мажор. Дальше. То есть это у нас, скажем так, форма Е. Вот так здесь пометим. Ми минор. Ну, мажор. Мажор. Это форма Е, но аккорд Ф. Да, не путаем, не путаем. Дальше, следующая октавка, которую мы рассматривали, это вот эта октавка. Это, на самом деле, ничто иное, как кусочек, вернее, скелет аккорда в форме Д. Д. Где у нас, естественно, в тонике сейчас находится нота Фа. Вот Антон нам его благополучно играет. Давайте пометим, что это форма аккорда Д. Опять-таки, мы вам рекомендуем все это дело сейчас параллельно с нами записывать. Движемся дальше. Следующая октава, это вот эта октава между пятой и второй струной. И в основе этой октавы лежит форма аккорда С. Да, форма С. Ну, соответственно, у нас сейчас Фа. А баррел у нас на пятом ладу. Итак, давайте пометим, что это у нас форма аккорда С. Следующая октавка, вот эта, между пятой и третьей струной. А это у нас А. Форма аккорда А. Совершенно верно. Вот они у нас здесь. И опять, смотрите, опять мы возвращаемся к вот этому треугольнику. Как бы только в другую сторону он идет. Да, это у нас форма аккорда Джи. Так его криво нарисуем. Ну, это форма аккорда Джи. И теперь смотрите, как у нас все красиво получилось. То есть, у нас получилась некая последовательность форм аккордов. Форма Е, Д, Ц, А, Джи. Ну, конечно, вы можете запоминать и в таком виде ЕДЦАГ. Но во всем мире гитарном, в общем-то, все уже нашли какое-то, да, более-менее звучащее это сочетание, которое проще запомнить. Которое, да, сейдж. И самое здесь интересное, что эта структура, она повторяется, то есть, она зациклена. Допустим, если мы начинаем с формы Джи. Давай Джи тогда, да. Да, то есть, допустим, Джи, то после Джи формы будет форма Е, потом Д, потом С, потом А и так далее. И в другую сторону там то же самое. Если мы вниз пойдем от Джи, да, там будет форма А и С. То есть, это просто зацикленная такая петля. Давайте, да, потренируем, погоняем немножко Антона. Ты хочешь Ля, да. Давайте Ля попробуем. Ну, давайте Ля. Итак, у нас Ля в форме аккорда Ля, поэтому, в общем-то, Ля. Мы можем начать его с начала грифа, грубо говоря, и с баре. Если баре, то это будет в форме Е. Нет, давай по порядку. В форме Ля. В форме Ля. Давай. То есть, если мы знаем сейдж, то после Ля у нас должно быть Джи. Джи. Форма Джи. Вот, собственно говоря, форма Джи, только на Ля у нас, на втором ладу у нас баре. Да. Ну, это мы в таком жёстком стиле. Отсюда же, после Джи идёт Е. Давай Е. Вот она. Далее, от ноты Ля мы строим Ре. Правильно? Да. После ноты Ре мы строим С-аккорд. С-аккорд. Вот так вот, по скелету тому же, да? Вот так раз. Это Ля. И дальше пошёл повтор. Примерно, если взять ноту Соль. От ноты Соль. Давай более что-нибудь корявое. Корявое, корявое. Ну, давай С возьмем. С, хорошо. До мажор. Итак, это у нас форма С. С. Аккорд С. Далее идёт по формуле С-ич, да? Ля должны построить. Формуле Ля. Вот это, вот октава. Ну, там, единственное, бары, да? Пока мы... Бары. Дальше. Далее, после Ля мы строим, значит, соль. Джи. Вот так, что ли? Да. Вот у меня самый сложный, это вот этот переход. Джи. Да, дальше. Далее, Е отсюда же. То есть, Е аккорд у нас вот здесь вот. Баре здесь, это как будто первый лад, там, нулевой лад. Это Е. Так, ну и последний у нас... Ну, Рэ получается, вот. Совершенно верно. И дальше у нас начнётся повтор. То же самое, С и так далее. Да. Ну что, господа, видите, как теперь всё упрощается? Теперь проще находить вот эти вот нотки. Теперь вы знаете это. Даже видишь, ты сейчас не то, что от тоники как бы отталкиваешься, ты просто... По формуле, да. У нас выстроилась достаточно красивая система. Теперь есть ещё единственное несколько нюансов по поводу тоники. Да, вот мы всегда отталкивались в тоники от басовой струны обычно. Но так как вы теперь знаете, как реально там в аккорде, находится вот эта структура, именно расположение этой октавы. Ну, допустим, сыграем мне какой-нибудь, Антон... Давай ля мажор в форме аккорда Д. Ля мажор в форме аккорда Д. Да. Вот смотрите. И у нас вот это вот, да, между четвёртой и второй струной октава. То есть, соответственно, вы теперь, если вам нужна просто какая-то форма аккорда Д, вы можете отталкиваться от тоники на второй струне. Или, например, если мы строим форму G, да, то мы можем отталкиваться от тоники на первой струне и так далее. То есть, вариантов становится достаточно много. И самое главное – это визуализация всего этого дела. То есть, если вы потренируетесь вот именно визуализировать, как эта система выстроена на грифе, то всё будет легко и красиво. Но есть подсказка, да, которая есть в нашем Инстаграме. И в группе, наверное, будет висеть вот этот вот листочек, эта фотография. Да, но я думаю, что все её сами должны были нарисовать. У каждого она есть своя. Именно в том выпуске про вот эту систему мы прикрепили такую вот схему грифа гитары. Да. Ну что, господа, всё оказалось очень просто. Надеюсь, для многих это было… Не секрет. Не секрет, да. Для некоторых, наверное, это было открытие. Мы… Все такие, вот, я теперь понял, как мне играть, допустим, в две гитары что-нибудь где-нибудь выше. Там один играет здесь, а вы играете, допустим, здесь. Мы, по сути, сегодня, ну как это так, чуть-чуть закруглили и закончили одну такую масштабную тему, которая состоит из целой серии выпусков. Мы напишем в описании к видео, наверное, всю эту последовательность выпусков, которые стоит посмотреть. Если вы вообще ничего не поняли, смотрите в описании. Тренируйтесь и, в общем-то, будет вам счастье. Да. Ну, а мы увидимся с вами каждую пятницу на нашем YouTube-канале в 12 часов дня. Комментируйте, лайкайте. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»